Преуэй, товарищи! Как погода? Можно матом ругаться? Можно Полный, полный Будет, короче, пип-пип-пип Да, погода сегодня, на самом деле, полная Не буду говорить, чего? 3.14 с детства, да? Короче, мы приехали, сегодня у нас начинается все с осмотра Вот это наш ЦУМ Валентина, Владимирский центральный универсальный магазин Нам надо посмотреть под усиление связи Но главного инженера нет, короче, никого нет И что мы сюда приехали, я не знаю Опять б***ь Сегодня день такой Пойдем сходим, посмотрим, а потом мы поедем с тобой Сегодня одни осмотры, что ли, получаются? На песчаный карьер Да? Да День удался Да Пойдем с нами смотреть Выходить совершенно никуда не хочется Погода и дерьмовская Вот А куда вешать антенну, я не знаю Как проводить, я не знаю Фасад нельзя Вообще, это делать я совершенно не хочу А это первый этаж, да? Да Сейчас, ну давай сначала снаружи Померяем Куда-то сюда, вот он говорит, можно вешать антенну Давай сначала сигнал, померяем На суберинализатор Сначала Вот тут артисты, которые приезжают в наш город Ну, в принципе, прям вот так можно вставлять Слышишь? Грашенев, погоди, а он же умер Или это другой, который умер? Это, наверное, другой, который умер Нет, ну это умер другой, а это который Да? Я думаю, прям вот тут можно вставлять антенну Тут не надо вставлять антенну Так Выноси сюда на улицу Я сажгал, Александр Ну, выноси на улицу, выйди на улицу Да тут сигнал прям пипец какой Билайн за шкалу ходит Высунь на улицу, прям вертикально поставь антенну Ой, блин, тут песенки чудесненькие Тут вообще за шкалу ходит Тут надо будет интуаторов надевать, целый вагон Ой Мне 200 то же самое Только некоторые операторы хуже Ну, придется удавливать тогда, чтобы никому не мешать Ставить всенаправленную антенну круговую Пойдем внутрь Пойдем в добрые булки Что у нас имеется внутри? Внутри только это Внутри у нас вообще ничего не имеется Так, это у нас 200, давай 1800 Двудиапазонник поставить? Нет, внутри вообще ничего нет То есть оно получается за всеми стенами Скачанную Да, у нас получается выход вон там Вот туда все не влетает Тут уже, да Ну не тут же антенну ставить Ну почему бы вот тут ее не поставить Давай выйдем сюда в холл Внутри Я думаю, тут будет оптимальное ее расположение Да бред, отстань ты Потолок ее убрать Антенну внутрь поставить? Да Ну блин, а там за шкалу идет, сколько накрутишь? Давай еще раз покажи Я спрашиваю Потом пересмотрим Яблоки А что по нему отсюда Шары Кофеек Дорожку И шпучи Ну что, все что ли? Все Шоколад 250 рублей горячее стоит А кофе 140 Надо кофе пить, как все нормально, чуваки Куда нам? Новый год, Мишан? Новый год Новый год Джингл Бэнд, Джингл Бэнд Это ждество Джингл Бэнд Какая разница? Он играет по-другому Он везде играет Happy New Year Happy New Year Сейчас тебя заберут, подожди, нам еще ехать с тобой Все, идем в машину, кофе на дорожку взяли Сейчас поедем дальше Смотри, Мишан, как прикольно Ой Газированная кофе Совсем не прикольно Проложил маршрут? Да Сколько километров нам ехать? За 24 минут Охренеть В такой дороге В такой погоде Я думаю, в широкой дороге мы с тобой поедем Мы поехали, да, через Ковровь Да, поехали Так, кстати, там еще надо парковку уплатить Ты долго стоишь? Тут номер машины написан Может, мы через порядок? Поехали, ты же прыгаешь Потихонечку Привет еще раз, дорогие друзья, подписчики В общем, сегодня день такой не очень хороший на улице А нам ехать надо сейчас за 150 километров для того, чтобы обследовать песчаный карьер на возможность установки там интернета Вот А параллельно с этим, как бы, ну ничего особенного нет Параллельно с этим мы хотим провести тест Антенн там Я не знаю, как мы будем делать это в такую погоду В общем, мы хотим поставить удмуртку и поставить рефлектор И повернуть вот эту фигню на рефлекторе в эксполяризацию Я не знаю, что из этого видео получится Вообще не знаю, доедем ли мы туда Но я надеюсь, что мы доедем И что мы что-то там попробуем померить И тест мы таки проведем Прошу подписаться на наш инстаграм Ссылочка вот она И кто не подписан на наш канал, добро пожаловать Лайк, подписка, коммент Комменты приветствуются, на все комменты отвечаем Ну и так далее В общем, мы поехали, дорога пипец Два варианта дороги Одна дорога вот Судогодской, Муромской Которая на Муром идет Она в одну полосу идет И другой вариант, это трасса на Нижний А потом с этой трассы на Нижний Мы повернем направо и поедем лесами Лесами там, поселками Я думаю, что там будет проще Малис говорит, что на 3 минуты дольше по той дороге ехать Потому что на этой дороге просто жесть А там сейчас на Муромской дороге еще через каждые 100 метров Я боюсь, что там, да, сейчас будут такие проблемы В общем, мы поехали вокруг И, в общем, это, не переключайте канал Оставайтесь с нами Все покажем Погнали, в общем Поехали Боголюбовский стиль, открученный годами Это мастер-демо со своими пацанами Рулит по району, дружно напевая песни Если ты нас слышишь, то напивай с нами вместе В гости зарулил грин из радужного сиди Записали новый трейд, так что зацените Вот она, смотрите, под ногами русская земля Мой родной город Эта песня для тебя Созданный века назад стоит, как ни в чем не бывало Здесь сила русского пуха Было дано начало Цени историю земли, на которой родился Где в первый раз подрался, в первый раз набился Я из Владимира, Боголюбовский пацан Не гангстер-рэпер, лишь точно я не Растаман Но городу родному песню посвящаю я Пусть под мелодию эту поет вся страна Душа моего городка, в старых детских мачелях Я вспоминаю, я скрип на ветру Снотвор, потерявшись в березах И елих из памяти светлых Никогда не сотру, так сладко вернуться Суда, где тарят заботу, где сердце Волнуются в груди И хочется верить, что берусь из полета Прырняков И в упор на зари Че, покажись, приехали Ну, иди, мерь Песчаный карьер, два человека Я! И я Пошли Клюв от воробья А для вас у нас есть спецпредложение Пойдете работать вот с ним Ладно, Мишан, сейчас что-нибудь придумаем Так, а что у нас здесь по связи? А по связи у нас здесь два Эджа Хреновых, но есть Погнали, выходим Не, не пойду Ну, в общем, вроде как открыто И может мы даже что-нибудь поймаем И в дождь, и в зной Мы за тесты всегда горой Эй! Да Открываем Если откроем Все нафиг занесло Где тут открывалка-то? В какой стороне? Вот она В плане того, что позвали Сделать замеры Наши Вот и на эту самую И на видеонаблюдение А что я сюда полез? Саморезы Оплошностью было То, что мы не взяли с собой Нужное количество саморезов Ну ладно Вот это нам пойдет на один венс Это пойдет на второй венс Все равно мы сейчас будем крутить Пока временно Чисто на замер Поэтому, я думаю, достаточно будет Замер может быть Это, конечно, не нормальный крепеж Но больше дырок пока сверлить нельзя Поэтому Давай Ключ Сейчас Я чуть-чуть раскручу И будем ставить Мачту Что? Удмуртка С земли? Ага Ну давай попробуем Приехал Человек какой-то Какой-то работник Сказал, что Говорит, тут таких Говорит, много приезжало Которые Сейчас у меня доступ появится Пытались интернет делать Короче Попробовали с ним Поспорить на его машину Что если сделаем То она машину свою даст Он говорит, что это не его машина А рабочая Поэтому Поэтому Отдал так, да? Поэтому Поэтому спор не вышел Но делать надо Ладно, я пойду Подключусь Смотри, вот эти вот Вы выехали Разъемы Надо покрутить На, возьми В чемодан Про воде Машину сейчас Переставлю туда Чтобы нам отсюда не бегать Нелегко получается Ну вот такие Что мы имеем Это мегафон Да Да Что-то тут это Не густо Ну вот ты на что Рассчитал Что сейчас Нас сюда позвали А то трасса будет Руки ловить Да Запусти ТС что ли У них Электричество Генератора Я думаю Что теле 2 Можно попробовать Если нет мегафона По теле 2 Да Ну давайте Рядва поставим Мегафон Я думаю Даже не стоит Решил я Сделать вот так Сканировать Мобильный телефон Да По слоном Даже Высокое поднимать Не буду Я конечно До этого Мерил Я конечно Знаю Что тут Ловит Хитрец Я поэтому Сказал Не конем А слоном Вопрос Почему Здесь никто Не мог Поймать Ничего Ну может Сейчас Вот так Я держал Вообще Вот так Вот на вытянутую руку Может быть Сейчас Не поймается Ничего Тут Короче Есть Мачта 20 метровая Вон она Лежит В уголке Стоит О смотри Сколько Я всего Наловил Мегафон 4G Йота 4G Теле 2 4G Слушай Все тут Есть Ну мегафон Вот да Сейчас Поймали Прибор Не работает Перезагрузи Попробуй Запусти Своими Волшебными Ручками Надо Выключить Все Сработает Все Энер Откуда Ты Из леса Сейчас Попробуем Туда Где Открытое Место Там Что Вообще Ничего Нет Убирайте Руку Свою Я Снимаю Руку Свою С Сигарет Дурацкой Вообще Ничего Нет Может Быть Там С Той С Той Той Стране Тут Беда Вообще Какая С С С С Не Мешал Походу Все Только Оттуда С той стороны Вот Так Получается Что Где-то Там Есть Сигнал Вот Теледва Можете Притакить Показать Держи Рукой Той Без Перчаток Как Минимум Он Уже Обнаружился То Что Это Теледва На Нижегородский Ростелеком Может Провод Поломанный Ну Ни Ни Хрена Себе Да Ладно Нам Вообще Нужна Обратка Сейчас Мы Обратку Дождемся В общем Если Все Нормально Сейчас Провод Перезаделываем Ставим На Мачту Даже 6 Мегабит Да ты Че Обратка Обратка Нужна Обратка Ну Обратка Не Подолкни Хочем Чуть Чуть Не Нихрена Погрейся Немножко Засып В общем Вот такая Вот история С кабелем Кабель Просто На морозе Лопается Понятно Что Хорошего Сигнала Тут Не Будет Надо Сейчас Это Перезаделывать Оба Конца 4 И Это Как ты Думаешь Че Получится У нас Че Тебе Два Получится У нас Собой Рефлектор Вот Он Лежит Сейчас Мы Его Мач Коротковато Блин Получилось Конечно Ой Ах Да Так Разбирай Другое Дело Все Уже Прикручено Че Разворачивай Так Я Слезу Пока Очень Интересный СНР Прыгающий Получается То 8 Минус То Минус 18 У меня Телефон Не работает Что-то Вообще Он Прям Дико Прыгает Сигнал Пропадает Полностью А Ты В дерево Направил Поэтому Он Пропадает Полностью Теперь Левее Мишан Сделай Телефон Я не могу Смотреть Почему Не работает Потому Что Снегом Засыпает Ну Давай Тогда Мой Поверни Вот туда Вот в ту сторону Я тебе покажу Все Давай Погнали 6 7 8 6 6 6 36 Нам нужна Обратка Обратки Здесь Нету Уже Уже Хорошо Да Что тут Хорошего Лучше Чем 0.01 0.11 0.12 Я гашу Короче Пойдем 2 кило Обит В общем По итогу Результат Вот такой Получился Сейчас Я хочу Замер Сигнала Сделать Чтобы Понимать Что нам Может отдать Удмуртка А Мишан Пошел В теплый Вагончик Он в тот Собирать Рефлектор Вот Блин Еще прибор Не подключился Я его Отключал Подключился В общем Получается Вот так Но почему Синер Ужасно Прыгает То Минус 7 То Минус 10 Вот То Получается Минус 17 Причем Базовая Станция Одна И та Ж Почему Так Происходит Хрен Его Знает Вот Сейчас Я Вытяну Максимальный Сигнал И Будем Вешать Рефлектор В общем Максимальный Сигнал Вот так Получается Но почему Так Все прыгает Я не знаю Что-то шумит Что может шуметь Хрен его знает В этой стороне Может Вот эта вот Антенна Не знаю Короче Вот так Как-то Хотя В принципе При вот таких Показателях Синер Бывает положительный Чем он Чем он сейчас Такой Я Не знаю Возьми Миша Как В сборке Рефлектора Я уже Заговариваюсь После улицы Холодой Все готово Я знаешь Что думаю Давай мы сейчас Пробежимся По Этим Санализатором По округе Посмотрим Что Откуда ловит Может быть Там какого-то Другого Оператора Попробовать Еще стоит Телефон Тебе сказал Че ловит У меня уже Круговая Антенна Ну хотя бы Мы будем Понимать Откуда У телефона Круговая Телефон Вообще Там две Полоски Из фольги Круговая Антенна Тоже Что Тебе Ключ на Десять Да И Кстати Че Принесу Первый Замер С дороги Прям Делаем Вот И Там Вот Сторон Красной Горбатки Видим Что У нас В принципе Все Операторы В ту сторону Как раз В сторону Конца Карьера Это у нас 3G Сейчас мы Переведем На LTE Вот А вот Это у нас Уже LTE Поднимай Шкалу Наверх Повыше Слушай Какой Хороший МТС LTE Мегафон Есть А там У нас В общем Больше В округе Особо Ничего Нет Это мы Сейчас Крутимся По сторонам Получается В общем Где-то Там Мегафон Мегафон МТС Даже Мегафон Или Два Есть Полезли Мишан Настроим Прям Там По Анализатору Сейчас На этой Палке И дальше Уже Посмотрим Давай Сгромоздили Рефлектор Отойди Из зоны Действия Рефлектора В общем Получается У нас тут Видно Мегафон Я вот так Сейчас За краешек Подтяну Слушай Ну МТС Кручь всех Вообще Вроде как Как-то так Но Мне кажется С дороги Лучше Работало Все это Хозяйство Вот я Вот так Блин Как же Неудобно Стоит Кади МТС Прям Вот вообще Лидер И Теле 2 Тоже Давай Ставим Симку Тащи Тащи прибор Я думаю Мы сейчас Теле 2 Замерим Давай Тащи прибор Теле 2 Там дальше Посмотрим Короче Я понял Мишан В чем дело Она смотрит Прямо Вот в этот Прожектор Поэтому Блин Получается Как раз Одна высота Надо ее Или выше Поднимать Или в руки Брать Че ты убрал Телефон Доставай снова У меня Экран Сразу засыпает В общем Сели в руки Отошли Чутка Тесты Все у нас С тобой Какие-то Пипец Ну Слушай Лучше Рефлектор Уже Вот сигнал РССА Получше Вот Поставили МТС А МТС Ничего и нет Там Походу В 1800 Только голосовая Связь Ни хрена Ничего нет О Нет Далеко Очень Ни о чем Нет Ни о чем И вниз Опустил И вверх Поднял И знаю Я что Рефлектор Очень Четко Настройку Требует Но Увы Ставь мегафон Попробуй Мегафон И наверное Уже добьем Теле 2 До конца Нас Короче В конец Тут заметает В общем Мы сейчас Померили Еще мегафон И мегафон В 4G Он как бы Есть Но интернет Он не поднимает А его как бы нет Совсем не поднимает МТСа тоже нет Остается добить Теле 2 Возможно Теле 2 Что нибудь нам и даст Короче Полная задница Конец карьеры Уже не видно Мишана там В конец Заметает На крыше Что Мишан Есть ли Мишан Есть ли Телефон Заметает Телефон Заметает В общем Решили мы Попробовать Сдернуть Нашу Трехметровую Мачту С того места Куда мы ее Поставили С этих Выносов Прикрутить На нее Рефлектор И поднять Его над крышей Потому что Ну вот эту Двадцатиметровую Мне прямо Не хочется Разбирать Сейчас Прям не до нее Совсем Так А где у меня Ключ 18 Ну что Сколько намерил Первого Все Телефон Вижу Заметает Я уже Даже сам Экран Не вижу 2.7 Нет Обратки Давай На мачту И поднимем Прямо Так Насколько Сможем Посмотрим Уже Нам Да Тогда Нет Так Нет И поедем Отсюда Нам еще Обратно Сейчас Часа Два Три Ехать Готово Прикрутили Стало Чуть Выше Надеюсь Сейчас Будет Чуть Лучше Видим Лимон Сигнал Нет Пока Пока Не Видим Надо Или Подождать Или Прибор Перезагрузить Думаешь Да У меня Вишь Начинает Крест Потому что Мантыну Валяли Что Ли По Полу Все Хамят Не Хочет Работать Банк Зашел Сам Себе Лишь бы Деньги Никому Не Привел Хотя Если Только Мне Мне Можно Скажи Что Минус Три Даже Видишь Что Делает Держи Мачту Как То Так Ну Видим Что Уже Лучше С Рефлектором Но Все Равно Не Хватает Немножко И Вроде Направление То И Вроде Но Что Все Равно Какая Фигня Что Ты Делаешь Ты Хочешь Еще Выше Поднять Да Ты Ровно Держать Не Смож Она У Тя В Землю Она У Тя В Землю Смотрит Ну Вот Смотри Она У тебя Смотрит Землю Не Мишан Это Не Выход Сколько Ну Минус Четыре Минус Двенадцать То Он Почему Скачет Очень Дико Такие Показатели Скачут Что Прям Вообще Минус Семь Минус Четыре Нет Опусти Поставь Опять Как Было И Держи Ее Нормально Сейчас Попробуем Сделать Еще Один Замер Но Судя По Вот Этим Показателям Я Скрутил Уже Антенну Ветер Дует Я Держать Не Могу Это Все Придум Из-за Тех Штиметровой Мачны Все Будет Нормально Тут Двадцатиметров Вон Лежит За Двадцать Метров Вообще Полтос Будет Не Будет Полтоса Ну 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 Сейчас Попробую Открыть Сигнал Как бы Это Сделать Видишь Как оно Скачет Прыгает Вот оно Ты держишь Ты не Шевелишь Ее То Минус Девятнадцать То Вообще Хрен знает Где Шевелил Я Шевелил Ну Не Настолько Что Шевелишь Что Минус Девять До Минус Девятнадцать Прыгало То Надо В другую Сторон Разворачивать В общем Концерт Окончен Вот Сейчас Мы Все Это Дело Разбираем Складываем Едем Дальше Вот Я думаю Демишан Тоже думает Что Если Тут Двадцатиметровую Мачту Развернуть То Теледва Тут Будет Работать Прям Непременно Сказал Бо Я Но Не Буду Говорить Вот Как Раз Можно Будет На Бытовку Закрепить Стандарт На Схеме Вынос Там Вынос Там Получится Два Метра И Я думаю Что Что Ты Сломал Затягивай И Я думаю Что Все Будет Хорошо Все Будет Отлично Сели В теплую Машину Красота С Ледяными Ногами А у Меня Не Ледяные Ну В общем Что Подведем Итог Интернет Достать Здесь Можно Но Сложно Но Сложно По Итогу С Крыши Бытовки У нас Поднималась Скорость До 7 Мегабит Я Думаю Что Если Нам Поставить Мач Вот Эту 20 Метровую Которая Там Есть Ну Конечно На Все 20 Метров Мы Не Сделаем Но Потому Что Это Будет Очень Высоко Но Десятиметров Мы Сделаем Запросто Я Думаю Что Тогда Мы Добьемся Нормальной Обратки Все Будет Погода Должна Быть Нормальная Погода Да Погода Сегодня С погодой Нам Подфартило В общем Мы Сейчас Выдвигаемся Обратно У нас В планах Еще Сегодня Было Починить Камеру Клиентам Но Я Не знаю Сколько Будем Ехать Назад Но Сколько Будем В любом Случа Ехать Надо Тест Хотели Сделать Красивый Но Пипец Вот Никак Не Получается Покупаться Покрутить Поляризацию Антенну Туда Сюда Вечно Получается Какое То Говно Набегу Набегу Да Все Время Куда Ты Бежим Все Время График График Вот Ладно Мы Погнали Не Переключайте Канал Вот Я Снова Не Пешеход Город Муром Тебя Не Видно Че Купил Форт Мондео Какой Форт Мондео Мондео Да Че Нормально Такой Форт Ладно Он ездит Что ли Еще Что На трассу Потащит За мной Поедешь Естественно Сейчас Еще Надо Сумки Забрать Из Квартиры Ну Забирай Сумки Ладно Давай Я Подъеду А Че Ты Оставляй Его Здесь Ты Поможешь Принести Сумки Нет Езжай К Въезду Ну А че Нормальный Такой Ford Ford Как Ford Практически Как Ланос Че Тут Есть Руль Есть Цвет Включается Ох ты Даже Музыка Есть Выключи А то Сейчас Нас Заблокируют За нарушение Аторских Прав Ну Че Миша Мои Поздравления Благодарю Вас Сейчас Пописчики Поздравят Тебя Все Езжай За сумками Я тебя Жду Здесь Вот Так Бывает Раз Два И Ford Ездит Даже Надо А вот Ford Владелец Движ Ладно Поехали На Ватсап Бери Ты Знаешь Куда Ехать Да Давай За Мной Навигатор Побежал А у У Нас Есть Все Господа Погнали Мы Отсюда До Города Нам До Нашего 130 Километров Надеюсь Доедем Хотя Бо За Пару Часов Пару Че у тебя случилось-то? Я говорю, сцепление, ну, не сцепляет практически, вообще еле тащит. И воняет офисит. Хочешь сказать, приехали, что ли? Походу. Ну, блин, ну ты едешь или стоишь? Не могу ехать, она вообще не едет. Ну, окей, сейчас я попробую развернуться, погоди, чутка. Дорогой мне это нужно ловить, еду я. А, ну езжай, я за тобой тогда поеду, езжай меня, обгоняй. Я просто это, прямо вообще на четырех тысячах оборотов еду. Ну, езжай как-нибудь, ты, ну, не знаю, не газуй сильно. В общем, давай, обгоняй меня, я стою. Все равно здесь не председатель сейчас. Давай, давай. Вот и все. Че, все, Бобик сдох? Да. Ну, сцепление надо менять. Посмотри, там хоть трос-то есть? Вообще не тебе, я тебе его давал. В машине в этой трос есть? Если в ней нет сцепления, может, не есть хотя бы трос? Включи хотеварийку, что ли. А где? Да, я-то откуда знаю. У тебя же форт-то, не у меня. А, вот. Да, сцепление воняет, это, нехило. Ну, че, есть тут трос в этой машине? Нет троса. А цеплять-то есть куда? Форт! 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 Николаевич говорил, что форт это ругательное вообще слово. А тут крюкачки нет. А почему ты не мог этого сказать до покупки? Я тебе говорил. Да ладно, нормально все. Че ты? Да поменяемте сцепление, будет как новый. Где тут цеплялка-то, е-мое? Есть ли она тут вообще? Ох, беда. Короче, вот в эту херню у тебя должен вкручиваться крюк, наверное. Смотри в багажнике крюк хотя бы. А как ее открыть? Хорошо, у нас с собой инструмент есть. О, сейчас машины проедут. Я пойду его искать. А крюк есть для милицировки у него? Потому что сцепление сдохло. Сцепление кончилось. Крюк надо искать. Да, далеко уже уехали около Владимира. И запаски тоже нет. А, какая разница, куда уехали? А в багажнике-то? Он же ее назад все равно не возьмет. Ну он был вообще? А где в багажнике-то? Просто лежит? Прикольно. Ну. Как так получается? В общем, посмотрю. Пападос. 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 Может, где там лежит? Где там крата, ничего вообще нет. Пападос. Да, Зай. Так смотрится классно. Ну, где? Не доехали чуть-чуть. Вот как его цеплять? Ну, машину, пожалуйста, надо чинить. Да. Прикольно. Ну, Зай, прямом, ну, цепление надо поменять. Крюк надо найти. Цепление можно потом... Не доехали чуть-чуть до города. Короче. Приключения нас ждут по ходу. Встали, блин, время 21.36. Крюка нет. Нет сцепления, ладно, полгода. Ничего нет крюка. Тащить не на чём. Сейчас что-нибудь будем придумать. Кому-нибудь будем звонить. Наверное, я куда-нибудь съезжу за крюком. Крюк привезу, и мы потащим. Короче, пока стоим. Нормальный серий, чё. То снег, теперь крюка нет, сцепления нет. Шикардос. А ехали тест-антен делать. Беда. Ну, чё, какие у нас новости? Нашёл два крюка разных. Один от Кашкай, другой от Гетса. Съезди, посмотри. Они ещё и разные, что ли? Да, конечно, все разные. Я могу только съездить, забрать у него. Ну, я и говорю, съездь, забери. Он отдаст. Запиши телефон. Дима, ну холодно, блин. Ну, твою... Ну, скинь ты мне его куда-нибудь. У меня ещё не работает. Приключения продолжаются. А ты говорил, серию не снимем, контента нет. Во какой контент, бля. Пригнать любой ценой, бля. Давай. Ну, чё, есть шанс? Шансы на что? На то, что крюк подойдёт. Я не знаю. Короче. Два на выбор. Один побольше, другой поменьше. Один для мальчиков, короче. Один для девочек. Давай. Примеряй. Чё, короче, нет, не подходит. Тебе надо ещё меньше. Да. Вообще маленький тут, короче. Должен быть крюк. Ну, чё? Чё, палатку раз это... Раскладываем. Ну, да. Давай. Подложи чё-нибудь, цепляй куда-нибудь уже за подрамник, за чё угодно. И всё, цепляем и как-нибудь поехали. Раскладывай. Нет. Просто пипец. Просто пипец. Нет у меня слов. Вообще никаких. Куртку надо одеть, а то холодно. Я у тебя тут видел пакет, вон тот. Давай, доставай этот пакет. Сейчас мы его расстелим. И значуем на нём, прямо здесь. Ну, а чё, Мишан, это же Форд. Может, в машине тогда лучше? Не, зачем в машине? Мало ли, что с ней случится может. Видишь, вот уже. А тут подрамника-то нету никакого. Хотя вроде есть. Фух. С него говно всякое капает. Сейчас что-нибудь придумаем. Откуда? Ну, короче, вот этот конец к этой машине. А вот этот конец нам надо подсунуть туда. Наразбери вот эту фигню. Чудо, а не автомобиль. Сейчас пока тут ты, короче, сидишь, плачешь в машине. Я это. На WhatsApp подписал наш подписчик. Он предложил любезно нам помочь с поиском машины. А я сказал, поздно. Я говорю, поздно, уже всё. Мы уже купили Форд. Чё, он ответил ты на это? Пока ещё ничего не ответил. Сейчас поржёт. Ответит чё-нибудь. Ты зачем меня это? В смысле? Чё тебя это? Поржёт. Я ничего плохого не сказал. Поржёт он, когда эту серию смотреть будет. Слов нет. Ладно, давай, подгоняй. Ещё, ещё, ещё. Хорош. Всё, цепляю. Там крюк заворачивать не надо, Мишан. Там оно и так цепляется. Получается. Так, надо пойти передний привод включить. А то я хаббат выключил. Мы же Форд купили-то. Я думал, что Форд не надо тащить на верёвке. Оказывается, надо. Всё, готово. Ну чё? Поехали аккуратно. Готов? Трос не видно на снегу. Надеюсь, не оторвём. Надеюсь. Зеркальце надо почистить. Чтобы увидеть, когда Форд оторвётся. Вместе с подрамником. Хотя, я надеюсь, что этого не будет. Так, ну чё? Врубаем полный привод. Погнали, что ли? О, снова зеркало грязное. Главное, ничего не оторвать. Такое ощущение, что там на ручнике едет. Такой тяжёлый автомобиль. Давно не таскал такие тяжёлые автомобили. Даже когда, умеешь, она была аудюха сотка. Она была, блин, легче, мне кажется. Это прям вообще беда. Тяжесть просто бебес. Тащим, тронулись, поехали. До города осталось 20 километров. Я думаю, что доедем. Заводи мотор, брат. Твои проблемы пустяк. Поставь эту песню, и всё будет ништяк. Давай захватим по пути свежего пивка. Ведь нам ехать не близко, дорога далека. Вспомним прошлое. Наши времена былые. Какие были, а какие будут. Ныне хочется в дороге. О жизни думать прачу. Я знаю, впереди нас ждёт. Удача простых пацанов. Воспитала улица. Не знаю, кому подворти. А кто зажмурится. Время такое. Надо быть всегда на готове. Сделав дело. Уйти и остаться в воле. Прибавь звука. Мелодия душа играет. Не вникай в проблемы. Как доехал, нормально? Офигенно. Не трясло, не качало? Да не, подвеска огонь. Давай развязывай. И тут, и там. Сейчас затолкаем вот сюда, и всё путём будет. Ты что умрее говоришь? Ну что, теперь не мы на форде, а форт на нас. Поехали. По очереди. Давай, запрягайся. Убирай пакетик с матрёшкой фирменной. Муромской. Будем сейчас его. Толкать. Может мы его продадим сразу? Давай за 90 выставим. Куда его толкать? Он весь пластмассовый. Тяжёлый какой. Это точно форт, Мишан? Не волга? Дица волга. Выкручивай назад теперь. Если вдруг враги Ставят мне капкан Мои пацаны Их разрушат план И в любой беде Будут помогать Мои пацаны Не заставят ждать Если вдруг враги Ставят мне капкан Мои пацаны Их разрушат план И в любой беде Будут помогать Мои пацаны Не заставят ждать Форт Ты прямо вперёд меня убегаешь А сколько время, кстати говоря? Который час? Час не одиннадцатый Да, мне кажется, что уже одиннадцатый Стучи Глядишь, пустят нас Сейчас нас охранник пошлёт Куда-нибудь Охранник Спит, как младенец О! Проснулся Добрый вечер Машину купил Машину сломалась На верёвке тащил Короче Приключенческий фильм Молодой Где-то Ну, у молодого свои А у нас свои Спасибо Неудобно, конечно Что мы Так его разбудили Безжалостно Но ведь он же охранник Он же должен дверь открывать Нам Ночью Ведь так? Да? Да Он должен блюсь идти, как я О, всё Прибли На месте Время двенадцатый час Да Докатились Пипец Здравствуйте Здравствуйте Паш приехал поржать надо мной Ну, давай Начинай Зато у тебя теперь есть Форт Нахренеть Ты помнишь, как это Особенности национальной рыбалки Когда они Ну, там, ехали на Форде Сломались И он там прицепил верёвку Приехал уже в этот самый В порт И его там спрашивают Это что? Форт? Это у нас та же хрень А не корову притащили Вместо Форда Свистом А мы выехали на Форде А притащили Косок, чё, ребята Как-то так Зато серия получилась Да Такая нормальная, да? Ты переживал В общем, друзья Тест удался Да Форт протестирован Прям Короче, с буксами резину в дым сжигает Отгонит, да Сцепление тоже Да, сцепление сгорело первым Резина потом В общем Погода была плохая Тест Ну, мы вообще ездили Тестировать объект И параллельно с этим Мы хотели протестировать Антенны Сравнить такие Удмуртку И Крокс Проволик Повернуть Вот нам Подписчик наш один Вот Посоветовал Выгод, поверните его В эксплуатизацию Поэтому он станет лучше работать Слушай, ну работает он на самом деле Работает Просто Нервы Просто дождь Не дождь Как снег Метель, я бы сказал Снег, да Пёрлись 150 километров туда В итоге припёрлись Ну, в общем Объект мы оттестировали Интернет там сделать можно Клиентам писались За осмотр нам заплатили Мы купили Форд Да Мондел Да, и в общем День прошёл не зря Вот Вот наш инстаграм Подписывайтесь Кстати, мы сторис снимали Сегодня в инстаграм Вот Ржите Смейтесь Спасибо всем За поздравление Да Да Ну, форд ещё будет ездить Об этом мы снимем На нашем втором канале Ещё ролик По-любому Ты не один Ремонт форта Всё До новых встреч Ребята Пока-пока Новые серии Уже скоро Вот Ну Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин